Эхей! И снова мы в Дварф Фортрес. Ах, блин, как-то сложно начинать опять. Ладно, просто дворфы они милы, они добрые, не то что люди, которые любят пиздеть и много всякой хуйнинисти. Где наш вновь прибывший-то к нам, как я помню, пришел здесь какой-то добрый смаритянин? Хам, 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 хамрер, да, человеческий. Не знаю, ладно, он когда придет вовнутрь, тогда мы и поговорим с ним. Мне непонятно, что наш архитектор-то это не строит. Да, давайте-ка мы уберем этот сраный мост и попробуем его построить по новой. Во-первых, он будет убираться, а во-вторых, он будет длинным. Вот таким вот давайте его сделаем. Он прям вот вперед вытягивается, да, ну, все по тематике, все по типу. Может быть, ему что-то мешает, может, надо было сперва поставить землю под ним, да, чтобы двор встал на него построил. Это мы сейчас выясним. Так, ну, во-первых, не из дерева, потому что... О, мрамор, давайте-ка, тут далеко тащить, нет. Слейд, да, 16, обсидян. Ну, обсидян здесь лежит, пусть его используют обратно, да, 3-9 штук. Так вот, люди любят много пиздеть, да. Надо будет, наверное, для этого отдельную тему вывести. То, что, ну, вон наш малыш все еще носит. Отвлекают меня дети даже. Так, ну, в общем-то, говорят они, вот, блогинг на ютубе не приносит денег, партнерка от ютуба не несет нам никаких финансов. Что это за дерьмо? Куча блевотина, кто-то наблевал, ладно, детишки, наверное, приносят нам денег, а, так-так, плохо быть ютубером, так-так все хуево. Ну, да, ты рассказываешь о Японии, да, к примеру, да, возьмем блогер, который рассказывает о Японии. Представьте рекламодатели, да, вот он приходит к нему на канал, он пиздит на русском о Японии. Вот что вы захотите рекламировать у него? Фарфор? Так на жизнь в Японии пускаются люди, никому этот фарфор нахуй не сдастся. Вот из логики, да, партнерка не приносит денег. Ну, конечно, она не принесет денег, потому что у тебя рекламить нечего, у тебя тематика канала, ну, она подходит для интереса, но она не подходит для рекламы. Если человек смотрит о Японии, то, так, что-то у нас не хватает. Ну, эльфы, блядь, никак не съебут отсюда нахуй. Нет, трейдеры мне здесь не нужны, мы уже все унесли. Ну, понятное дело, да, если человек пускает слюни о жизни в Японии, значит, он в Японии не был. То есть он хочет побывать в него, там пиздюк пришел человеческий с топором. Давайте-ка пойдем почитаем. Средних размеров создания с большими амбициями. Невероятно тощий. Прям я. Волосы экстрем. Невероятно длинные. Да это я. Это она, господи! Ой, я низкий подбородок. Что это, женщина? Я не буду больше прочитать. Их двое! Подождите, а это кто? Так, 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 это он уже. Хорошо. Так, ну, вроде они комнаты занимают, да? Мне вот интересно. Available? Available? Да, нет, они не заняли еще комнаты, никто здесь не живет. Я бы хотя бы посмотреть, платят ли они мне налоги и дают ли мне они денег. Да, давайте в Ноблых посмотрим. Все еще мы. Что у нас с армией? Засранец. Да, я забыл включить этого утилиту тераписта. Так вот, о чем я говорил-то про рекламу, да? То, что, ну, не подцепишь ты к такой теме, да, рекламу. Ну, понятное дело, ну, кто, блядь, что в ней рекламировать? А у меня, к примеру, тематика, да, игровая. И если ко мне заходит, к примеру, даже из нашей страны, мне платят 5 баксов за 1000 показов. И здесь дилемма, что вы одеваете? А, вы, 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 короче, да, разделись. Я еще, кстати говоря, почитал об армии, да, то, что можно, короче, поставить артефакты им, да, ну, исключительно определенный предмет. И мне стало интересно, а можно ли сделать исключительно определенный предмет и на одежду? То есть, выбрать ему колчан. А как это делать, я не вник. Надо будет это потом сделать, когда мы доведем наш периметр уже до конца. К следующей серии, думаю, я все это подготовлю, да, и мы сделаем. Нужен архитектор вновь. Архитектор опять отлынивает. Пизду кренов. Так, мерчанты-эльфы скоро нас покинут. Эти все еще воюют. Ну, блин, ладно. Я посмотрел только недавно, да, режиссерскую версию, кусочек от Хоббита третьей части у дворфов. Там было ПВО против эльфийских стрел. Я требую сюда ПВО. Это офигенная штука. Всем советую проверить. Так вот, у меня игровой канал, да. Ролики у меня долгие. То есть, не 9 минут там или 10, как у этих хренобойцев, а по часу, да. И если я уж захватил ваше внимание, то я захватил его на долгие часы, там, не знаю, минуты, да. Еще стримы влияют. Ну, я в стримах не вставляю рекламу, дабы никого не нервировать. Ну, когда веду стрим. Там потом я в видеокату вставлю. Это логично. Так, а это че за мудак? Поэт. Мужик, у нас бумаги нет, на чем писать. И это она. Женщина-поэт. Ну, вселенная... Армака вообще прекрасна. Ладно, я соглашусь. Хорошо. Мы пройдем на это общество. Че с колодцем? Колодец тоже никак не построят. Ладно. Так вот. Из-за того, что у меня ролик долгий, моя реклама стоит долго. То есть, она там в углу справа с верху, которую вы иногда даже не видите, потому что вы раскрываете на полный экран. Посмотрим, что у нас с бухлом. А бухло я заказывал в прошлый раз. У нас ботинки, вековки, механизмы, опалы, болты, болты. Она висит долго, да, моя реклама. И поэтому мне за нее платят. Ко мне иногда даже люди из штатов заглядывают. При моих десяти подписчиках ко мне люди из штатов заглядывают так, то, что моя реклама работает на них. И там прилично платят. Потому что все-таки мы знаем, да, Electronic Arts, крупная эта компания, да, и много других, как Ubisoft в том числе. Они, игровые компании, платят много. Че у нас с выпивкой? Мы стоим 514 тысяч. Это офигеть. И 1400 у нас с выпивки сто... У нас стало 97. Так. Это подозрительно. Скорее всего, кто-то у нас скукожился. Проверим-ка мы к кладбище. Никого, никого. Никого. Так, мы Сериспирер, да? Маркс. Минус три человека, да? Вроде как. Здесь кто у нас? Так, надо включить на похороны. Никаких петов. Да, у нас умерло же трое солдат, и это отняло у нас трех человек. Трагично. Это тоже? Никаких петов? Это тоже, да. Так вот. Ютуберы начинают ныть. Да, вот, мне канал приносит 100 долларов. Да, мне надо идти на подработку. Там, 100 долларов в месяц от силы. Все дела. Ну, у тебя ролик 9 минут, да? И ты выпускаешь их. Ну, ты 2-3 ролика в месяц. Ну, 4, я веду, где 4. У них там по 100 тысяч просмотров, да? Но с такой ценой, да, и количеством рекламы, где там одна штука, да, только влазит из 9 минут. Она там ничего не зарабатывает, ей плохо. Ну, ты либо вставь вставку, да, отключи от блог, да, дай мне, помоги мне, да, так сказать, заработать денег. Либо все-таки подумай, да, головой-то чуть. Ну, я же не умею. Ну, ты же как-то ролики эти выкладываешь. Где ты достаешь себе заставки, все дела. Вот я тут нашел у нас еще тетра-гидрайта. Нам надо побольше металла, я думаю, раздобыть. И как-то раскочегариться. Че у нас с мэром? Че он, сука, у нас ноет? Мне вот интересно. Офис стал хорошим, когда мы ему туда вставили артефакт. Ему нужны такие же бараки. А еще ему нужна ховальня. Ховальню-то я сделал, но не назначил ему. Давайте-ка назначим, да. Asajin и Mare. Вуаля. Так, дальше мы выровняем ему... Хотя тут с муфта, вот на S. Выровняем ему ховальню всю, чтобы она была гладкой, ровной и красивой. Да, так немного меня побомбило, то, что они все ноют. У них там 250 тысяч. 250 тысяч подписчиков. И они ноют, что им это не приносит никаких доходов. Да пошли вы в жопу, что это вам не приносит доходы. Знаю я, как это не приносит. У тебя есть сиськи, у тебя есть хорошая смазливая мордашка и красивый голос. Захуясь, блядь, игры японские. И рассказывай о них, и играй в них, блядь. Ты столько будешь рубить. Ну, я не знаю, как это делать. Девятиминутные ролики. Прям вот бомбить меня от таких людей. Не знаю почему. Наверное, потому что... Пиздеть! Это вообще жесть. Вместо того, чтобы головой подумать, она будет говорить, что все плохо. Так, комнату делаем. Еще одну фри-комната. Вот, тут даже дверь на самом деле стоять не надо. Смотрите, какие у меня комнаты пофиншуют. Отлично. То есть, покуда у меня двери, да, еще делаются. Шикарно, шикарно. Сейчас эльфы у нас съебут отсюда. Я надеюсь, архитектор когда-нибудь проснется, чтобы работать как негр и жалить как пчела. Кстати говоря, мы там пчелки-то сделали. Я же назначил, да, эх. Он должен был их там расставить. Нужно еще улей добавить. Думаю, люди любят мед. Не знаю, как дворфы. Там вроде как-то можно варить из них что-то. По-моему, не только есть. И это круто. И эльфы, которые ничего не приносят. Может, это из-за войны, конечно, у них. И мне как-то торговать. И гуманитар подготавливают. Но, господи, принесите мне металла. Хотя бы золото. Я его куплю у вас за что угодно. Все, что захотите, да. Вот у нас тут спят, ребята. Вообще, надо посмотреть, а что у нас... Да, одежду они надели всю. Вот у ребят тут были красненькие. Хорошо. О, а это что такое за значок? Социализируется. Нифига себе оператор у нас. А что он имеет? А он по камням. Это она. Прошу прощения. Кроссбоу, да, у нее? А откуда у тебя арбалет? Не, погодите-ка. Это у нее умение по арбалетам, да? Компетентное. Ну ладно, то ведь мы его не будем. Так, что я хочу посмотреть? Я посмотреть хочу тех, кто... Стоун-дитейлинг делает, да? Сколько у нас, ребят? Вот у нас, да, шахтер. Дадим ему стоун-дитейлинг? Нет, не дадим ему. Он у нас сугубо чистый шахтер, да? Шахтер и мясник. Нельзя, нельзя. Один шахтер всегда должен быть сугубо шахтером, чтобы, ну, хоть кто-то копал. Надо найти, у кого еще есть пикакс. И он уже делает, да? Нет, он механик. Черт, да что вы все чем-то занимаетесь? Ага, а вот ты попал, мужик. Прекращай носить вещи. Да, надо пару человек убирать из все-таки переносок, потому что они пока заняты. Это полная кочерыжка, полная такая. Так, вот он еще нужен. Нажмем сюда, чтобы увидеть, кого я отменяю. И вот так вот, хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично. Тоже не носит. Ну и один рожденный ребенок, но нас маловато теперь, да, народа. 97, да. 3-3 человека, на самом деле, для сотни это, ну, 3%. 3% это уже немало, это много. Это у нас капитан Мелития, наверное, да? Марксдварф, Датан. Давайте-ка посмотрим. Странно. Датан, ты вроде как в одежде, да, военной? Мм? Может, тут комната ничья? А-а-а-а! Он женат на... Или наоборот. Нет, он мужик. То есть, они вместе живут. То есть, он женат на главе медицинской. Кстати, мы тут делали же медцентр, или что это? Мэровский кабинет, да. Да, это мэр здесь живет. С элитным Марксдварфом, смотрите-ка. Ну, Марксдварф себе прихапала, или прихапал. Я пока в их поле не очень разбираюсь, не слежу за ними. Кто-кто, кто мальчик, кто девочка. Нам надо здесь выставить везде двери. Что-то я переключился, да, на нижний уровень нашего порта. Надо подниматься наверх. Смотреть, чем ребята тут занимаются, да. И где этот малыш, который захапал? Он все еще пытается начать работать над тем, что он задумал. Это невероятное создание. И надо подумать, да, есть ли у нас кожа. Боюсь, что я ее не могу задействовать. Так как, может быть, малышу она пригодится. Эти-то эти Блинбегу Си играют. Я хочу сделать рюкзаки. То есть, посмотреть, будет ли влиять рюкзак, да, на количество болтов в ручках наших малышей. Точнее, не малышей, а солдат. Для меня они малыши, потому что они все раки проклятые. Так, вот, смотрите, архитек... Ты что, прикалываешься? Масон, теперь нужен масон. Архитектор подготовил. Ох, мои яйки просто балдеют. Нам нужен лесоруб. Лесоруб, который все-таки срубит эти сраные деревья. То есть, его назначить сугубо на рубку. Чем-то сейчас за конструктор. Вот, Бинда. Я просто думаю, что он наверху. Да, мне проще всего будет ему назначить. Я-то знаю, что у него здесь стоит. То есть, я уберу это... Уберу это, да? Временно. Временно. Я подчеркиваю это. И он быстренько все покосит. Но, конечно, меня бомбануло, блин, от этого. Я вот недавно, да, покуда пока не писал ролики. Походил. Ну, посмотрел Беса там, да. То, что он нормально играет. Там фан. А потом пошел к блогерше, да. Ну, у меня там советы. Рекомендации. И там, в комментариях. А зачем тебе подработка? А мне не платят, партнерка. Конечно, я тебе платить не буду. Так. По сути дела, я не могу, как... Да, понять, как определить, что пчел есть тут или нет. Но тредит у сплит вообще написано. Вроде как пчелы есть. По пчелам... Я вообще... Ну, вы знаете, я по пчелам маньяк. Я люблю пчелок. И, кстати говоря, есть они в той игре, в которую я только недавно начал. Тоже пчелки есть. А что ты сюда встал? Ты что, лох, что ли? Вы посмотрите, куда он встал. О-о-о-ой, жесть. Разведчик сраный. Я знаю, что надо сделать. Ди-Аш. Ну-ка. Нахер пошел отсюда. Опустим здесь уровень. А то он, блядь, так и будет думать, что нормально здесь стоять. Охуеть. Я чуть штаны не положил. Пошел он там встал. Ну, эльфы съебали, блядь. А пиво сейчас увезут обратно. Вот раньше, да, на 3-е депо глючило. И пиво не увозили обратно. Оно там валялось. Так, у нас пауза. Походу, дело... Да, он начал конструкцию. Наконец-то маленький засранец начал конструкцию. Слава богу. Что с колодцем? Ну, с колодцем как обычно. Из-за того, что я всех дворфов своих, да, занял с производственными мощностями. Построил кучу. Кучу просто. Складов, заводов. Это полный атаск получилось. Так, я пытался вспомнить. Хватает ли мне скорости плавки или не хватает? По-моему, не хватает. А для этого мне надо поставить кого, чтобы тетрагидрайт плавить? Смелтер. Е фюрнерис и С смелтер. Давайте-ка сделаем. Из угля, да, чтобы она наверняка загорелась. Генеально. Из мрамора давайте сделаем. Б, да. Адоры не нужны здесь точно. Дерево, по-моему, просто кончается. То, что никто не переносит его. Не знаю, как назначить чисто перенос дерева. И нам надо заказать, по ходу дела, еще чаркоилы, что ли. Давайте посмотрим, где тут. Да, нет, чаркоилы я не вижу. Нету, нету. Кью. Чаркоил, да, мэйк чаркоил. Тридцаточка, кью. Тридцаточка. Теперь, тетра... Тетра... Смелт, да, тетра гидрайт. Тридцать раз. Тетра... Еще тридцать раз. И... И все, пока хватит. Не будем их теперь загружать на полную пачку, да. Ну, пиво у нас, точнее, вина. У нас столько вина производится. Полтари тысячи. У нас исключительно мало военных дворфов. Пара рекуртов, пару рестлеров, пару... Ну, шестерка. Те, нет, рестлеров, это нам шестерка еще. Максов и один хаммер. Молотобоец, как я понимаю. Так. Че с людьми? Че вот он тут, блядь, делает, а мне интересно? Или она? Давайте-ка посмотрим. Рассказывает историю. Ему стало интересно о нашей бухании. А ты че делаешь? Слушаешь историю. Мой дворф че-то ему втирает. Нет, погодите. А, они за километрчик из двер слушают историю. Этот жрет тут. Пришел пожрать. Этот тоже слушает историю. Вы этого прям смотрите, розовым горит. Я слушаю историю, не мешайте мне. Вы все слушаете историю? Блядь, они все пришли послушать историю. Дор, овный ты там. Что-то там складывает. А этот? Этот складывает еду, да, понятно. Так, че, кто-нибудь поселился уже? Нет. Все еще никто не лег в ночевку. Мне вот очень интересно, будут ли они мне платить за ночевку в моем порте. Л и вот это вот. Кстати, наверное, в храме тоже надо кроватки, комнатки сделать. Типа пусть там хромовник спит и все дела делает. Вот так вот. Я вообще об этом заговорил, да, давайте-ка это и сделаем. Вот у нас храм. Вот это у нас храм. Значит, мы сделаем комнаты вот здесь. хромовную, такие спаленки красивенькие. Вот так вот. А это будет комната лучше, давайте-ка складом. Так вот. Тихо. Так вот. Тык-тык. Сейчас, сейчас, сейчас мы храм раскачаем. Сделаем кого-нибудь ответственного по храму. У нас там двери должны были начать строиться, как я помню. Пока нет, да. Ну, ладно, построилась уже хорошо. Гейн Копер Акс Блейд. Мастерпись сделали. Отлично. Куски ловушек начали строиться. Масон. А, масон? Сволочь. Какая-нибудь. Приди, сделай. Как же, как же это тяжело, да, когда все занято, да, а кто-то должен это построить. Поэтасы не знают, чем заниматься. Я с бумагой еще не разобрался. Надо сделать арчери, да. Смотрите. Больше не увеличим, да. То есть они будут, типа, входить в нее, что ли, внутри стрелять. За пределы комнаты не выйти. Ладно. Че с direction? Ом. Bottom to top. Вот так вот. Кто будет здесь тренироваться? Преша стонгс, я думаю. Потом. Т, наверное, надо нажать. Да. Вроде все. Хорошо. Теперь как бы их заставить потренироваться. Блин, почему рюкзаки только из кожи? Это вообще исключительно бред. Ладно, давайте-ка сделаем один рюкзак. ADD Backpack. Это на R. Отлично. Надо будет вообще как-нибудь, чем загонять, пока между... Малыш сделал молот из кошачьих костей. Значит, это поглядеть. Цена 42 тысячи. Синенький гарнет какой-то. На этом предмете еще изображение этого ракун. Как его? Они такие пуши... Они еще катаются кругом. в Америке популярны очень. Енот. Вот, точно. Енот. В виде кошачьей кости, что ли? In Catball. Ладно. И еще тут люди на дереве нарисованы. Офигеть. 42 тысячи. Сколько теперь цена форта? В 12. 564 тысячи. Я жду дракона уже. Я уже не жду гоблинов и эльфов злых. Я жду дракона. Потому что он придет, блять, точно. Такие деньги. И надо что-то придумать. Я как понимаю... Нет, я не понимаю. Я не знаю, летающий дракон или нет. Надо, блять, поставить где-то баллисту, блять, и настроить уже детали под баллисту. Давайте-ка этим займемся. Где же это строилось, Сергей, вспомни. В одну из этих штук, которую все заняты, я не могу посмотреть. В опалах нет? В дереве точно нет. Точно в камне. Скорее всего, где-то в ковке, либо в крафтах, где болты сейчас делаются. Болты заняты на полную. Надо, надо начинать делать баллисту, доставить ее здесь, бойницы подключать, проводить новый коридор, отдельный, исключительно круговой. Вот сюда. И заставлять моих дворфов уже стоять на строме и готовиться к прибытию, блять. Мега-существа, которые просто, наверное, сатанеет, когда видят дворфов и жрет их заживо. Поэтому я сделаю сперва weapon trap дополнительно вот сюда. Да, вот смотрите, сколько у нас axe blade. Отлично. Да, сюда, да. Вообще, вообще, не знаю, как ведут себя драконы, но буду надеяться, что они ко мне никогда, блять, не придут, что меня ждет прекрасная война с гоблинами. Скажи, что ты строишь. Вот скажи, что ты строишь. Нет, ты строишь стокпайл. Какой же ты муда. Этот пошел обратно, блять, встать на холмик. А это что такое? Блевотин или кровь? Кровь. Как ты сюда поднялся и как ты здесь нанес крови? Я не знаю, как это происходит. Давайте посмотрим, что у нас с животными. У нас собаки должны были вырасти, да? Да, вот, смотрите, взрослая собака. Вот она она. Мы ее делаем боеводой. Это уже не сделаете. Кто-то себе прихапывал. Это тоже, это тоже. Да вы что, блять? Собак себе хапаете. Они мне нужны для войны, а не для того, чтобы... Уже зажал. Во, я свободный. Нет, это военные. Это к кремтару привязанные две. Ладно. Надо вообще назначить кого-нибудь на кастрацию и начать кастрировать. Гелт, наверное, это надпись кастрации. Да, дайте-ка я проверю. Да, гелтин. Гелт это кастрировать. Чтобы не плодились, так сказать, нынешние милые существа. Так, давайте-ка я... Я что-то вижу, да? Оно пропадает все время. Надо... Вот, тихо. Вот, подловил. Смотрите, мигает. Это пчелки! Пчелки, это хорошо. Значит, они работают. Not... Not... Да, кстати говоря, раз на то дело пошло, закажем у... Менеджера Джаги. Это кувшины. Кувшины нужны для меда. То есть будем, так сказать, работать, что ли? В плане медовой индустрии уже. Ну, чё, побежал сейчас. Нет, это не тот. Вот, этот пока что клей, да? Собирает у нас в этой зоне. Здесь мы клей собираем. Чё у нас с процессингом, да? По растениям. Нету, не накопилось, но всё ещё, да, делают нити, ткани. У нас не осталось заказов на одежду. А почему? Ботинок есть, тюровки есть. Да, у нас, по-моему, не один, да, здесь по производству. Да, вот он здесь делает вировки. Может, где-то ещё один есть у нас? Странно, ладно. Вроде клоуф делают, да? Давайте-ка проверим, а не на эту, а на Z, на склад, и посмотрим у нас ткани. Вопрос, где они здесь? Может, где-то внизу? Костылики нету у нас. Остатки. Ага, понятно, это не то. Части тел. Трупики. Ну, ладно. Тотемы, талисманы, баллиста, арл-хэт. Вот что такое баллиста, баллиста, парта, катапульта. Вот это вот надо делать. Амулеты, тулсы, гоблиты, это чашечки. Фляжки есть. Трэп компонентов 105 штук. Копи-раксов. Всего. Установлено, скорее всего, 80, 25 есть. Механизмы, ну, это понятное дело, большинство уже заюзано. Ведра. Ведра только 3, надо сделать больше. Не вижу я ткани. Блоки, large, cut, roach. Вот, клоуф. Пик-тейл. Одна штука. А вот две у нас кожи есть. Отлично, по сути дела, они должны делать рюкзак. А он и делает. Молодец. Я буду следить за этим сраным рюкзаком. Мне интересно, к кому он попадет. Вот оно. Ты его сделал? Ты его сделал. Как-то можно было посмотреть, что внутри. Не помню. Вот, ей-богу, не помню. Простите меня. Не помню, да. Я не смогу посмотреть, что там есть. Давайте-ка посмотрим. Может, кто-то побежал уже за этим рюкзаком из военных. Солдаты. Мыло. Моется. Колодец сделали, что ли? Так, смотрим на ящичек, да, такой? Мега ящик. Нет, никто вроде не бегает. Ну, ладно. Ладно. Так, дайте-ка посмотреть. Как вы можете мыться, если колодца у нас нет? Кто-то делает где-то мыло? Ммм, интересно-интересно. Ладно. Как-то, кстати, да, здесь можно было сделать так, чтобы они мылись. Но, по ходу дела, они и без меня учились. Супер, супер. Молодцы, ребята. Я люблю, когда... Блин, вот я не люблю, когда вот этот вот мудил, вот этот вот, прет туда, куда не стоит идти. И где мой масон? Заебал. Давайте-ка найдем какой-нибудь масон, и освободим его от всех дел. Кстати, кто-нибудь нарубил мои деревья? Да, давайте-ка посмотреть. Да, вот он. Вот он только сейчас соизволил прийти порубить деревья. Масон. Мэйсонри, да? Ну, этот он так и не успеет. Он занят только посадкой, да? И стон-детеллинг тоже ему можно убрать. Он занимается сугубо выращиванием. И я никаких легендарных против него вещей не имею. Он профи. У него уже тут плюс четыре гробинга, как легенде. Тут у нас еще один такой же мастер-маньяк, который складывает, наверное, еще и еду эту, да. То есть профессионат. А вот насчет... Давайте-ка мы его поставим, да? А то у нас вот, я смотрю, Датан, да? Солдат. Он у нас был масоном. Понятно, что он был чистым масоном. И это привело к небольшим потерям. Давайте-ка мы нашего шахтера сделаем масоном тоже. Может быть, он тогда соизволит. Ну, вот рубка идет, да, деревьев. Вот он пошел. Сейчас он срубит, мы поставим здесь стену, слава богу. То это дерево уже прям свято выросло. Куда ты пошел? Ты куда попер, блядь? Ты не те деревья рубишь. Нет, не это дерево. Вот забор, внутри периметра срубит. А, черт, ладно, пусть рубят все. Хуй с ним. Ребята, бегают. Че у нас с рудой, да? Ну, руды-руды, смотрите. Да, я подозреваю то, что вот эта вот жила, она соединяется с двух сторон. Давайте-ка мы ее здесь так и прокопаем. Да, вот так вот грубо, да, но выкопаем. Здесь везде руда, да, вот здесь вот тоже жила. Она, скорее всего, идет вот сюда идти. Тоже выкопаем вот. А, тихо, тихо. Рак. Рак. Рак рук. Клешни выросли. Вот так вот сделаем. Ну, потому что судьба. Ну, красотень, красотень. Я ничего не могу сказать, кроме того, что колодец, блядь, не делают, да. Хотя, погодите-ка. Вообще, как я смотрю, да, появилась дизайнер, да? Не с масонами, дизайнер. Ну-ка, а здесь что? А ты кто? Ты чем занимаешься? Да! Да, Зуглар, я люблю тебя. Кто ты? Где ты? Это не ты. Сука. Ладно, кто-то пришел. Я добавил одного масона, и он начал строить. Супер, мы делаем мост. И-и-и, ахалай-махалай. Магия. Любовь. Давай. Ну, давай. Ну же, малыш. Что ты такой? Оп, два колечка. Этот рубит. Рубит. И сего. Тихо, быстренько стены сюда поставить. Покуда, блядь, не произошло какое-нибудь странное явление и не выросло что-то новое, да? Что-нибудь поближе есть? Есть только слейд. Ну, слейд давайте воткнем. Уф. Слава богу, мост наконец-то построили. Разродились ребята, решили построить мост. Давай. Вообще, я знаю, люди, да, строят башни периметром, да, вокруг всего, всей зоны три на три. И, типа, ставят там везде армию дворфов, у них там огромное количество их. И как враг приходит, их просто сразу обдолбливает стена огня из болтов. но не так уж это и просто на самом деле. То есть, нужно либо, чтобы у вас дворфов много пришло, а у меня лимит на сотню стоит иммигрантов, конечно же, потому что, ну, нахрена мне столько иммигрантов, а они начнут тут творить ересь. Но в диетях у меня лимита нет. То есть, они у меня постепенно расплодятся и будет у нас хорошая такая система. Мне и сотки хватает на самом деле. просто нужно успеть все-таки достроить. Не думал, что они такие ленивые. Дворфы мои. Но сейчас вот мы почти уже закрылись, да. Нужно еще убрать здесь впоследствии рампы. И все, проблема решена. Медикал дворф, да, несет нам, наверное, какой-нибудь. Да, доктор, доктор несет домик строя. Уже врачи работают лучше. Почти готов мост. Супер. Ну, я могу тогда вот так. Стензелли объявлять, официально мы окопались. Противо почти окопались, точнее. Мы еще не официально окопались. Мы еще не соединили реричак с бриджом. Не тот бридж. Вот этот вот. Оп. Вот. Мне вот кажется, то, что чем лучше механизм, тем быстрее строится. Звездочка это мастерписы. Поэтому возьму-ка я к звездочку. На всякий пожарный. И поставлю здесь стену. Обсидиан, гнейз, слейд. Да, слейд. Пуф. Пусть будут такие стены пока что. Что с этим мега экранником? встал. Отлично. 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 ПП. РППП. Вообще здесь пол есть, да? Они бы могли бы сверху смотреть. Ну ладно. Пусть снизу смотрят. Пока что. Я потом здесь тоже сделаю бойницы. И... Я понадеюсь, что... Блядь, новое дерево выросло. Уйди от дерева. Ну не нервируй, Сергей. Смотрите-ка, да? Вроде, если даже дерево разрастется, оно не дотянется до моих стен. Но думаю, может быть, я еще раз ширю ров. Еще разок. Кстати говоря, и здесь, наверное, я это сделаю. Так вот, да? Ну раз у меня такой мост большой, классный. Почему бы и нет? Это же шикарная идея. Так, и... Смотрим, да? Вы, блядь, чё? Путешественники вообще не спите? Чем ты вот занимаешься? Здесь ты стоишь, мега-путешественник. Теперь он бабу слушает, которая ему что-то рассказывает. Какую-то поэму. Я, конечно, рад, что вам делать неху в моем... в моем баре, но может вы все-таки не будете жрать, а будете платить? Может, склад где поставить под монеты и посмотреть, будут ли монеты идти? Так, цена у нас 576 тысяч уже. Импортированное богатство на 81. То есть, мы это все произвели. Оружие у нас 156 тысяч. Чувствую себя какой-то военной стороной. понапроизводили. Правда, у нас ни херна нету все равно силы. Т, трап, вэпен, давайте-ка еще посмотрим, можно ли еще сделать. Да, можно еще поставить. Хоп, д. Би, альтаж, хайвов нет. Да вы что? Я что, заказал так мало, да? Ульев. Кью, клей, хайв. из десяток. Пофигу, давайте закажем больше ульев. Ну, рюкзак наш, наверное, уже исчез в военных дебрах. Надеюсь, что к военным. Давайте проверим. Ну, этот, этот истории слушаем, да, по-по-по-этре. Первый. Как я смотрю, у него нет надписи, да, то, что нету бэкпэка. А значит, он где-то у него надет. Давайте посмотрим повнимательней. Ловер бэдди, лэфт фут, аппер боди. Дресс, кот, браст плейс, клоак, лейфер, квивер, лейфер бэкпэк, вот он он. И все равно взято 25 болтов. Ну, скорее всего, это потому, что болты большие и тяжелые. Я, как из истории, помню, да, ну, это было у манджурской расы, по-моему, только у манджурской, фунтовое оружие называется. У них только одни доспехи, там, весили до хрена, а стрелы у них были с большим металлическим, широким таким наконечником. Знаете, как стенки обдирают, да, когда обои снимают, такими, а-ля такой, лопаточкой металлической. Вот это был такой вот наконечник, только чуть поуже и потолще и потяжелее. И вот они стреляли из огромных луков и просто деревья крошили в куски. То есть это, так вот, наверное, это причина, почему болтов мало берут, а не потому, что миссинг, да, у него нету ботинков и перчаток еще. У него они израсходовали себя. То есть производство брони, по ходу дела, серьезное дело и оно быстро ломается. Не могу понять, почему. А, бут, коппер. А может быть, я просто и не сделал ботинки, да? Какие бы сделать? Я думаю, хайбутсы, да? Ну, пусть закрывают их целиком. И перчатки. Почему перчатки, правда, это я не могу понять. по-моему, делал здесь где-то коппер глоус, да? Но я не могу точно сказать. Вообще, погодите-ка, были же ганты. Чего мне гонят? А, нет, это спайдер силка глоус, да? Коппер щилт у него есть. Пиктейл глоус. Да, нету у него ганты. Ну, давайте сделаем. Коппер гаунт лэд, да, вот. 30 штук. Хоп. Все, сейчас у нас утвердится это на производство и будет создано. Офигеть, у меня срач на складе, просто жесть. Шкафы, нити, комода, блин, здесь все, все вперемешку. Статуи тут лежат, наверное, многомиллиардные. Нет, надо стоить 90. А, это арморестенд. Ну, ладно, ладно. Куча механизмов, я думаю, их куда-то надо тоже отделить. Дидиди. Склад дерева, пустой, никто не носит на склад дерева. Как вы меня бесите. Вот сейчас заказ, да, кончится на бухло и будет им подавно. Так, стоп. Я, я, я чуть-чуть не отменил нахрен босс свой, который строил я в серии 3. Опс, не то назначил. Тихо. Я хотел вообще чопануть деревья, но почему-то он мне назначил копать. Я же сказал X. Вот, так. D, T, да, чоп, чоп трис. Надо их всех срубить. Сейчас заказ с пивом закончится, я надеюсь, они попереносят. Вот здесь вот я вижу что-то новое, да, еще улей. Что у нас здесь? На трене, то без плит, на трене. В общем, ни для чего не готово. Что внутри этих контейнеров, я тоже поглядеть по ходу дела не могу. Неизвестно, что мы отдаем нашим пришедшим мудилам, которые, ну, наверное, они нас охраняют. По особенности Паэджа. Она просто, наверное, писательница нас охраняет жопой своей. Развлекать дворфов и я могу. Галышом бегать и кричать, что мы все умрем. Они уж точно оценят. Но, блин, неужели это весь смысл таверны? В храме-то я понимаю, в чем смысл. Правда, никак не выкопаем, да, тут все не поставим. Я сейчас здесь все подготовлю под храм, да, расширю его, переделаю, поставлю нам священника. Ну, чтоб все было. Так, что с колодцем? Колодец готов. Слава богу. Make meeting hall? Ну-ка. А зачем? Нет, пусть будет. Meeting hall. Какой meeting hall? Еще они сами придут помыться, я это знаю. У них ручки-то правильные, откуда надо растут. Сделали, значит, рюкзак, а он нам не помог, да, как я понял. Ну, ладно. Пока у нас скотинка-то так сильно не расплодилась, да, за первые года, будем, будем страдать. Давайте-ка проверим, да, животных. Погодите, что тут? А, это цифры пропадают, да, у нас других объектов на 261 тысячу, да, а оружие на 57 только. Ну, Ну, артефакты, в общем-то, это там понадеули. Заглянем к зверям, да, хотел я поглядеть на быков, причем, ну, на коровку, да. Вот, як као. Мне надо посмотреть калфы. Калфы, это ягнят, да, которых они произвели. А вот он, первый, да, як калф. И као калф. Да, девочка, мальчик, но они, конечно, не скрещиваются. Ну, они вырастут, и так, и так. И еще где-то должны быть, вот, як калф, девочка там, мальчик есть. Ну, и просто коров, коровье-то кто-нибудь еще есть? Здесь еще коровье есть, а бык, простой бык у нас есть-то? А вот бык. Да, все, отлично. Отлично. Наше стадо более-менее состоятельное для размножения и для увеличения своего количества. А значит, пора не это сделать, а зарубить свиней и всех таких бесполезных тварей. Где они? Вот. Кто-то зажал эту хрень себе. Гуся тоже. Курицу, тоже. Ой, вот еще свинья, тоже зажат. Ну, вот, ну, вот, не люблю, когда дворфиси это пережимает. Почему я могу продать артефакт, но не могу избавиться от свиньи? Да, пошел дождь. Вот они тут вдвоем стоят, что-то он пожелтел. Не, ну нормально. Стоишь на этот тавр, да, все хорошо. Что, механизм подключили так к мосту? Ну, механизм мы подключаем, как профессионалы. И архитекторов у нас миллионы. Я выпью кофе. Я почти отпустил и мое ухо, проклятое, так что все, отлично. Я счастлив. Бегают они что-то у меня тут мои дворфы. Счастье. Полные штаны. Пока у нас плотик только чистый лесоруб, пусть рубит. Рубит, косит, что угодно делает, лишь бы этих деревьев здесь нахрен не было. Возможно, я здесь даже расширил еще ров тоже на немного. Во имя безопасности, конечно же. Все во имя безопасности. Тут отруда еще есть. У меня на руду вообще падки такие дамеки. Я люблю руду. Кстати, это будет прекрасно, если бы мне бы попался какой-нибудь другой металл, кроме копера. Ну вот он копает или это она. Скорее всего, это она. Это она, скорее всего. Раз ребенок на руках, скорее всего, она. Врат, у них есть такое, как подразделение между друг другом, кто с детьми сидит. Так сделаем. Воды у нас достаточно. Все вроде не туда нажал. Нажал опять на помощь. Так что? Что вы с храмом-то делаете? Кого бы мне вообще назначить на храм? Ладно, они пока молятся. Пока никого не буду, я спокоен. Так, здесь у нас серебряная руда, здесь тоже серебро. Говорят люди, да, то, что там в одной из групп циальных сетей, то, что серебряное оружие типа проникающее более хорошее, чем железное. Ну, я бы так бы сказал. Серебряное оружие по плотности-то похуже. Скорее всего, оно будет ломаться, как полное говно. Без остановки и очень быстро. в бою это не очень выгодно. Да, двор встает, рубит, рубит, хоп, меч сломался. Ну, все, пиздец, руками драться. Драться, так сказать. А это не очень. Я бы согласился делать из серебра еще куски механизмов, да, сильвер, гиант, сильвер, ахсблейд, да, ну, распроникающее высокое, да, почему бы не сделать из того, чего у нас просто заебись, как много. Поэтому, да, думаю, надо назначить еще Галена, Смел Галенуор. Давайте-ка ее тоже поплавим, да, я тут подумал, потому что, ну, я смотрю, да, пытаюсь понять, где чего, и нужно будет почитать вообще на офф-вике сколько проникающей способностью серебряных предметов. Против нежити здесь такого нет, да, там типа, о, работает против нежити лучше там или изгоняет вампиров, нет. Этого здесь вроде как я знаю нету. И поэтому выгоды в таком типе там, ну, ключе, что серебро там изгоняет демонят там, каких-нибудь вампиров в создании тьмы, нет. Увы, ох и ах, но нет. Так, все, мы восстановили строительство, они не могли построить, потому что там мешалось какому-нибудь дерьмо, которое перенести нельзя было. Так, а это что такое, лягушки что ли? фаерфлай, светлячки, светлячки, и червячки. Слава богу, то что от оборотни у нас не появилось кучи миллиардов просто монстров. Так, ну, мост там мы подключили, надо BC Wall, да, вот так вот, тык, ээээ, слэйт, да, обзор у нас вот из-за этой стены, у нас обзор исключительно маленький, во, опускают наши ребята здесь вниз, потому что, ну, так получилось то, что наш двор сюда идет патрулировать, а мне это не нужно, я думаю, даже можно опустить посильнее, да, вот, посюда. А потом заполнить просто это все место либо водой, либо чем-нибудь еще более полезным. Полезнее ничего больше не бывает, кроме воды. И надо, да, уже делать механизм к затоплению, затопительную систему. А, значит, затопительная, а, тихо, высоковато поднялся, вот отсюда должна она начинать, идти, здесь вообще надо будет стену поставить, вот здесь вот, как я понимаю. И расширить ров, чтобы вода текла именно туда, куда я хочу. Здесь у нас чего, а здесь у нас беда. Здесь у нас комнатки. сейчас что-нибудь придумаю. Расширю вот так вот. Где у нас вода? А вода у нас аж здесь. Значит, нужно будет сделать вот здесь коридор отсюда завести воду. Докуда? До сюда. А, аж вот до сюда. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Хорошо. Ну, так как вода там вытекает через одну дырень, да, ну, смысл это? Даже не знаю, делать двойную или нет. Ладно, пусть будет двойная. Тихо-ты. Двойная, да? А здесь вот начинается самое веселье. Потому что нужны будут насосы, ну и нужна будет ветряная система. Да, как-то так, по-моему, делается. Ну, ладно, я это все подготовлю еще в голове. Даже вот так, наверное. То есть лесенка будем качать воду. Она вот сюда доходит, да, и отсюда Тын-тын-тын-тын Вот сюда О, тихо, тихо, забыл, что мы Стоим не так Вот сюда, да Но я не... Нет Даже не вот так вот, да Потому что вода будет здесь еле-еле от насоса Натекать А значит Ёла-полыремов А значит нам надо сделать Лесенкой, да Вот сюда А вот отсюда Набрать здесь Большой такой Склад воды Большой-большой, я бы сказал бы даже вот так Есть пенготей, да И вода, когда будет она сюда сливаться Она будет сливаться огромным таким Небическим потоком И просто к хренам смывать Маленьких говнюков А значит К чему все это идет? К тому, что я впоследствии еще должен сделать Башню Не простую башню Башню с мельницей Ну, с ветранщиком А, ну да У нас же здесь нету Бойницы так не закрывают Как хотелось бы С ветранщиком, да То есть ветранка будет Мотать Мотать ветер От нее будет идти энергия К... Забыл, как они называются Ну, а-ля Такие механизмы Которые Передают энергию Одну на себя Одну на себя И переходят в длинную Такую систему Вращательную, да Когда Выглядит это жутковато, конечно Но оно будет работать хорошо Вопрос в том, что Сколько ветранщиков мне понадобится Чтобы энергия Она теряется на каждый Участок, да На каждую секцию Механизма По какому-то там количеству И мне нужно столько ветранщиков Чтобы мотало Насоса Ни один причем И это жесть Конечно же Я насосы оставлю Всегда включенными Да, они будут всегда работать Пока ветранщик дует А вот здесь уже Вода будет появляться Только тогда, когда Я захочу То есть я открываю Вот этот вот люк Вода сливается И только тогда Она приходит И только тогда Она работает Но это надо будет делать Ой, как долго И ой, как замарываться То есть это запара та еще Это гидрайт Это гидрайт пока что Да, угольные Глиняные Делают у нас ули Я надеюсь Дворфы скоро придут Здесь нигде нет По какому-нибудь Описания Когда мы придем Давайте-ка посмотрим Да, дворфы Офигеть Вы посмотрите У них Графы Бароны Генералы Баронессы Даже есть Бля, хорошо Тап Что тут еще написано Импортов Никаких Нету Оферинг Тоже нету Еще что-нибудь Треть Агримент О Виф Агримент Да, да Вот это А то, на что я согласился Офигенно Офигенно Они придут через 124 дня Как я понимаю Это дата же Мы сейчас подождем Посмотрим Ну-ка Теперь давайте посмотрим 124 Нет, все еще не поменялось Нет, я не знаю Когда они придут Я в датах По этому миру Вообще Араканды Я в наших-то датах Араканды Я, наверное, месяца Не вспомню Как они идут Правильно Только Только Виндосы спасают И календарики Возможно Я не один такой Возможно Вся планета такая Но, увы Ох и ах Да, теперь мы Убираем рампы Поэтесса Куда-то пошла Я подчеркиваю Написать решила Что-то Что-то тут делает Ну, активить Артист Барт Это Барт Это не поэтесс Поэтесс у нас вот здесь Тоже артист Так что Кто-нибудь в комнате остановился? Или мой трактирщик Постал Слишком большие цены Для вас Может, цены Можно поставить как-то? Да, блядь Не хотят Не хотят Ночевать, суки Я хочу денег Так Я, по-моему Переборщил С количеством Римовов Рампов Да А то они сюда Спуститься не смогут И нужно здесь Да, DH Тоже тогда сделать Вот Пуф Пуф Вот сюда Тых Вот Все, вроде сюда двор не ходит Этот Глупый Который... А, я хочу Что-то сделать Не знаю, правда, что Но я хочу Я, конечно же, им не назначил эту копку Я только запрограммировал начальный старт Вот они, болты у нас тут Ящиков у нас 34 Ящиков не хватает здесь Cube Make Нет, Construct Construct Bin Вообще, можно просто bin нажать Wood Bin, Wood, да и все Ну ладно, я вообще припизднутый И делаю всякую херню Wood, bin, да И еще 30 Тык, тык, тык Не знаю, почему не справляется вообще этот глюк, да С исчезанием вот этих надписей Когда мне F12 жать приходится То есть буковки пропадают Ну, нет так нет Хотя я бы хотел бы Потому что мне именно вот этот вот графический мод нравится По Iron Hand Или Iron Head Iron Head, по-моему Хенд Смотрите-ка К нам пришел Кобальт В одной штуке, да Protect Ну, ребята, все застрелять не смогут Давайте посмотрим, как он пиздует Или съебывает Он же, скорее всего, побежит обратно Они, они ссыкуны вообще Гоблины Когда они видят кого-то Кобальта, точнее Они бегут, блять Вот еще один, смотрите-ка Появился Блять, он увидел кошку, побежал Ну, вот скажите Ну, как это Блять, быть таким глупым Какого быть Кобальта Мне вот интересно Ладно Кобальт Кобальт есть Коблин О, Ready to be split Смотрите-ка Колония готова разделиться Отлично B-Altash И у нас как раз-таки Улей появился Один только Кобальт пришел Кобальт увидел Кобальт убежал Кобальт спасаться Кобальт пешать Вол, да Давайте-ка поставим Деревянную стену здесь Ну, я все еще Закапываю все-таки Своих милых созданий Да Животных От Вражеского огня Потому что смотрите Как они к двери, блять Прижались Когда, наверное, кобальтов заметили Тупые твари Хотя нет Они же выйти не могут Да, они просто Тут прижались Дебилы Ненавижу животных Вот таких вот Куда, блять Вот, вон трава Жри траву А здесь уже грязь, да Но они понемногу Выгрызают Скорее всего Придется сделать Вторую еще зону И их кормить То есть Менять стадо Туда-сюда Ну, кобальты Пришли Кобальты ушли Тупые твари Эти, блять Из таверны Че, они тут сидят Они даже воевать не пошли То есть Им, по-моему, похуй Может, таверны Надо снаружи сделать Чтобы они шли воевать Но я не буду Идет снаружи Плэнт клоу Да, они Семки фуд сторидж Жратву больше негде Готовить Все Кончилось Место Но у нас Полторы тысячи Я, может, даже Мог бы отменить Да, производство Но в этом Будет моя глупость Также Удобрять я, скорее всего Пока что не могу Я не знаю, как говно собирать Пока что У меня с этим Проблема, да В плане фермерства Я Право До конца Не вникал никогда Надо будет, кстати говоря Вникнуть в это дело И посмотреть Как Что обстоит И вообще Какие дела И че это, блять За кровь здесь везде Блять Этот яг, блять Бегает и просто Кривоточит Как маленькая Чукотская девочка Какого хрена У нее столько Критических дней Как он это, блять Делает Я не знаю Давайте еще один раз Ров сделаем Возможно Была бы даже Хорошая идея Сделать Водонасосы На Ааа Может Нихуя не выйдет То есть Слив, да Чтобы здесь Хотя нет Может выйдет Чтобы сюда тоже Вода Была с этой стороны Чтоб Наши Незваные гости Наверняка, блять Знали, что здесь Им не рады Они же спрыгивают Как я понимаю Умеются Небольшой высоты Так, ну Вроде как Все четко Да, получается Все 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 Ну Кроме того Что, блять Эти деревья Здесь начали Расти, блять Просто Исключительно Быстро Мои территории Я их не успевал Вырубать Биси вол Вот так вот Ставим Ну да, конечно Так Жопая Покосек Ничего я так Не поставлю Потому что Мешаются деревья Надо сделать Да Слейт Давайте Сделаем Надо сделать Сейчас Лестницу Да И Вопрос Как его мне сделать Я вот сейчас думаю Да В какую сторону Повернуть Вот этот вот Коридор В котором будут Ловушки В эту сторону И повести их По периметру В ловушках Либо же Просто Как-то сюда Что ли сделать Тоже не выгодно Да То есть завернуть Значит лестницу Надо сделать Мне вот так же Как и здесь С этой стороны То есть вот здесь И только тогда Начинать сверху Застраиваться стенами Тоже дополнительные Стены не помешают Да Бойницы здесь Поставить Такой Такой процесс Достаточно Упоротый Занимающий Приличное Количество Времени С моей стороны Обсидианчиком Давайте Обсидиан Кончился Гнейз Тогда Надо накопать Обсидиана Как я подозреваю Вкопаться Сейчас стену Набурить Еще Впоследствии Как я подозреваю Если я начну Сейчас здесь Что-то Конструировать Я много Накопаю Дыр себе В земле Ребята Производят Коппер Коппер Аксблейды Угля Критически Не хватает Так Жратовы У нас 3000 Выпивки 1500 Ну и что Мужики Вам как бы Складывать Жратову Некуда А значит Пора носить Деревья Так что Давайте Приступайте Деревья Деревья Давайте Ручками Хоп-хоп Они пока что Строят Ладно Мастерпись Что там построил Еще Пиктейлбэк Сумочки Начали делать Слава богу Надо Заказать Ю Да Чест Вуден Чест Да Трид штук Раз Чест Вуд Еще Трид штук У нас Сотни Каждому Двор Комнату Нужно Вот видите Видите Да У него Лежит Здесь Блять Штаны Трусы Все порвано Потому что Некуда Положить Нужно Дворфам Ставить Контейнер В комнате Что я ему Поставил Блять Не сундук Я ему поставил Лох Несчастный Это Бэк Это сумка Ремов Сундуки Надо Ставить Для этого Мы жмем Б Х Контейнер А тут Смотрим Что мы Ставим Чест Раз Блин Двигается Х Опять Да Плейсмент Опять Чест Блин Это Это Извращение Ну ладно Пару Сундуков Пока Поставлю То есть Им всем Нужны В комнате Сундуки Вот У мэра Хорошо У него Два Сундука А он Ничего Не Не отсвечивает Хотя Нет Отсвечивает Засранец Все еще Что-то Хочет Диннин Крум Хочет Высокую Я же Тебе Только что Назначил Да Крутую Такую А Я ему Не Диннин Крум Назначил Опа При Вот Диннин Сорян Сорян Мэр Сейчас Переназначим Теперь Это Диннин Теперь Это Хавальник Все еще Хочешь Да Он хочет Ее Покруче У него Сейчас Модос Да А он Хочет Децент Ну Роял Фраун Рум Я молчу После того Что там Добавилось Да Это Истинно Фраун Рум Вырос У нас Як Бык Там Вот Сообщалка Проскочила Зелененькая Хорошо Будут Сейчас Плодиться Наши Звери Будут У нас Кожа Вообще Надо Будет У Дворфов Которые К нам Придут Жалко Артефакты Придавать Невыгодно Потому Что Ну Плакать Будут Дворфы Мои Когда Они Плачут Это Плохо Не Люблю Когда Они Плачут Потому Что Это Приводит Их К Сумасшествию Голые Дворф Опять Пойдут Вот Так Убираем Отсюда Вообще К хренам Рампы Я Думаю И Вот Это Вот Тоже И Все И Готов Вроде Как У нас Окружной Ров Готова У нас Боевая Стена Ну Почти Бывает Потому Здесь Нет Бойницы Здесь Нет Ничего Подготовлен Ой Как же Вас Могут Деревья Что Вы Так Растете Хорошо Пчелки Вы Что Опыляете До Такой Бешеной Степени Что Они Так Растут Блин Я В шоке Так Ну Тут Я Думаю Блин Пчелки Меня Напугали Я Думаю Что Они Сломали Верять Это Бесплит Ну А сюда Тоже Поставили Да Пчел Отлично У нас Два Улья Для Размножения И Два Улья Для Меда Это Вообще Отлично Я Вот Думаю Что Делать С этой Комнатой С Обсидианом Надо Где-то Посмотреть Стоимость Может Быть Привлекает Более Богатых Более Крутые Комнаты То есть Более Ценная Земля На которой Он Стоит Там же К Зависит От качества Материала Если Вы В Мраморе Сделали Комнату И Смувнули Ее Ну Выровняли Там Сгладили Стены Как я Делал Вот Здесь Ховальню Нашу То Это Ценнее Комната К примеру Комната Из Золота Тронный Зал Здесь Все Стены Из Золотых Блоков То Это Вообще Офигенная Цена Может Быть Из-за Этого Там Будут Приезжать Там Вот Так Ну Я Еще Думал О том Как бы Сделать Так Чтобы Ров Наш Потом Втекал Обратно В реку И Так Чтобы Рыку Замедлить Ой Это Так Сложно На самом Деле Сложно Даже Сделать Знаете Что Чтобы Река Начала Течь В мою Сторону Возможно Было Даже Проще Чисто Из реки Добрать Воду А не Со Склада Вот Это Тоже Хорошая Идея 4-5 Насосов Выкачивать Реку И Проливать Ее Обратно Да Приличная Идея На самом Деле Только Чтобы Вода Утекала Вот В этой Центральной Части Обратно Вот сюда Ну Это Знаете Такая Великая Конструкция Как у Нас Любят По Дискайвери Да Показывать Когда Небольшие Мосты Строют Мега Плотины Там Это То же Самое Такое Большой План Если Один раз Совершить Ошибку Весь Форт К хуям Просто Затопит Снаружи Просто Здесь Все Перельется Выльется И Нас Вот Так Вот Я думаю Это Достаточно Хитрый Механизм И я Смогу Сделать То есть Ровом Здесь Да Да Есть Идея У меня Хорошая Уже Более Менее В план Вошла Ну Эти Мужики Тут Ходят Пиздят Социализируются Этот Прям За Заглязательным Знаком Социализируется Джират Почему Ты в товар Не живешь Артисты Остались Куда-то Один с топором Мужик ушел Может быть Пошел Кобальтов Пиздить Я Не спорю Правда Мы все еще Не назначили Нашей армии Тренировки Потому что Сергей ленивый И следит за Производством По большей части Под ловушки Системы В этом Раунде Так сказать Потому что Неохота Что-то мне Опиздюливаться Нет Давайте-ка Поставим Пока здесь Да Те кто будут За пределом Этих ловушек Пока что Они будут считаться Смертниками Но Я надеюсь Что через тяну Не перепрыгнут Про драконов Я почитаю Я думаю Я на этом Как раз таки И остановлюсь Немного Меня побомбило В начале Конечно Но Это наша жизнь Просто Невозможно Быть такими Раканами В жизни Это просто Пиздец Так что Оставляйте свои лайки Дизлайки Комментируйте Подписывайтесь Не болейте Не скучайте Всем спасибо Всем пока